Здравствуйте! Это Суть дела. Сейчас кажется, что кризис в Казахстане миновал. Режим устоял, Такаев усилил свои позиции, избавился от опеки Назарбаева и даже сместил его самого с должности главы Совета безопасности. Но это затишье – лишь начало долгого и непредсказуемого процесса смены власти. Такаеву недостаточно просто занять те посты, которые занимал его предшественник в старой системе власти. Ему надо построить новую. Неожиданно вспыхтывший кризис в Казахстане успел обрасти самыми невероятными объяснениями. Никто не отрицает, что все началось со спонтанных социальных протестов, о чем Такаев заявил в своем выступлении перед парламентом 11 января. Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами. Помимо этого, казахские власти винят в случившемся внутренние деструктивные силы. Главным обвиняемым, скорее всего, станет тяжеловес Назарбаевской эпохи Карим Масимов. В разные годы он занимал должности премьер-министра, главы президентской администрации, а в 2016 году Назарбаев назначил его главой Комитета национальной безопасности, главной спецслужбы страны для контроля за транзитом власти. Еще во время кризиса Масимова сняли с должности и арестовали. Он был самым влиятельным силовиком в стране, а потому так или иначе несет ответственность за бездействие властей в первые дни беспорядков. Есть немало свидетельств того, что незадолго до атаки на здание местного комитета национальной безопасности, а в обычные дни это одно из самых охраняемых зданий в Алма-Ате, сотрудники покинули место службы по приказу сверху и оставили нападавшим огромный оружейный арсенал. Все это вызывает подозрения в том, что Масимов либо был в сговоре с организаторами беспорядков, либо отошел в сторону и не стал им мешать, чем нарушил присягу. Но Масимов был заинтересован в как можно более плавном и медленном транзите, а атака на Такаева неизбежно разрушала выгодный ему статус-кво. При этом сам Масимов не мог претендовать на пост президента, потому что не пользуется поддержкой ни в обществе, ни в правящих элитах Казахстана. Даже если предположить, что глава КНБ действительно организовал заговор, то наверняка попытка отстранить Такаева началась бы с переворотов столицы, которые можно было бы устроить силами доверенных подчиненных, а подать все как приказ Назарбаева. Алмата, ставшая центром кризиса, контролируется родственниками Назарбаева. Самый младший брат первого президента Балат держит крупные и криминализированные оптовые рынки города Алты-Нарду и Барлык. А занимавший видные посты в госструктурах, включая КНБ, и госкомпаниях Казахстана племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, сын погибшего еще в 1981 году другого младшего брата-экспрезидента, является неформальным лидером местных спортсменов-салафитов. Родной брат Сатыбалды Самат Абиш – первый заместитель главы КНБ. Беспорядки в Алма-Ате сильно отличались от протестов в других городах Казахстана. Южная столица оказалась под волной насилия. В то время как полиция бездействовала, ключевые здания города захватывали хорошо организованные и вооруженные погромщики, а мародеры, в основном сельские люмпены, пользовались случаем и громили супермаркеты. Участие некоторых представителей клана Назарбаева в организации хаоса выглядит правдоподобным. Это объясняет и бездействие силовиков, многие генералы различных силовых структур юга Казахстана, назначенные по протекции Назарбаевых, или обросли неформальными связями с самой влиятельной семьей страны, и участие в беспорядках криминала в лице, например, задержанного впоследствии полицией криминального авторитета Армана Джумагильдиева по кличке Дикий Арман. События в Казахстане настолько важны и определяют очень многие вещи, которые произойдут еще в Центральной Азии, что мы продолжим эту тему завтра и более подробно расскажем вам о том, что ждет Казахстан после мятежа. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.